Добрый день всем. Ну, Марина Евгеньевна практически все сказала. Вот теперь я думаю, что она еще не сказала, и о чем бы еще сказать. Но тоже есть несколько слайдов, и поэтому попробуем с этим разобраться. Я сразу попробую запустить презентацию. И пока она запускается, несколько слов по поводу ресурсных центров. Так вот исторически повезло, что работать в некоммерческий сектор я пришла сразу в ресурсный центр. И ассоциация служения Нижегородская, она изначально формировалась именно как ресурсная организация для других НКО, и создавалась она ровно для того, чтобы в одном месте обеспечить доступ к тем ресурсам, которых по отдельности у некоммерческих организаций в 90-е годы прошлого столетия, Господи, как это страшно звучит, просто не было. И многие услуги, которые ресурсный центр оказывал тогда, они сейчас уже кажутся таким анахронизмом, да, и очень странно. Это как дети, которые не понимают, как работает дисковый телефон. Тогда действительно многие услуги выглядели как доступ к компьютеру, который подключен к электронной почте, да, или возможность что-то распечатать, ну и какие-то такие тоже очень странные на сегодняшнем этапе простые, да, незамысловатые вещи. Но если бы на тот момент не было такой возможности и не было бы такого ресурсного центра, жизнь некоммерческих организаций и их работа была бы еще более сложной, и всегда очень тяжело работать, когда ты не можешь делать каких-то элементарных вещей. Поэтому, конечно же, изначально ресурсный центр, вот наш как универсальный ресурсный центр, да, он обеспечивал еще и какие-то такие, да, элементарные потребности по пирамиде Маслоу. Но и первая аудитория, да, про которую, для которой создавался этот центр, про которую мы можем говорить, это как раз, собственно, сами некоммерческие организации. Но вернемся, да, к целевым аудиториям, и вопрос у нас как звучит? Для кого мы? И кажется, что он очень простой, ну для кого? Для некоммерческих организаций, конечно же, если мы ресурсный центр для некоммерческих организаций, но не все так просто. Потому что жизнь, она сложнее, чем иногда даже хотелось бы. Так вот, Марина говорила про классификацию ресурсных центров, да, и есть вот эти три группы. Не стала я раскладывать прямо вот на все три части, да, разделила на две. Профильный, да, или отраслевой ресурсный центр некоммерческих организаций и универсальные ресурсные центры. Вот для начала про профильные. Профильные – это как раз те, которые в одной тематике, да, делают для разных аудиторий или разные услуги, да, или одну услугу, например, тематическую, если они оказывают разным организациям, про это тоже там немножко скажем. Так вот, если мы говорим про профиль, да, организации, которые лучше всего умеют делать что-то, в качестве примера можно привести огромное количество прекрасно работающих организаций на территории Российской Федерации. Проще приводить, конечно, собственные примеры, например, Нижегородская служба добровольцев, ресурсный центр в профиле добровольчества, развития добровольчества и все, что с этим связано. И, соответственным образом, основной целевой аудиторией, да, этого ресурсного центра являются некоммерческие организации, которые либо нуждаются в добровольцах, да, либо рассматривают возможности расширения деятельности, связанной, да, с привлечением добровольцев, либо сами являются таким потенциальным ядром добровольческим, да, и пытаются найти применение своим возможностям и своим силам и так далее. Если попытаться сгруппировать, да, наши клиентские группы, может получить, вот везде надо, наверное, писать и так далее, да, к любому слайду, да, и к любому утверждению нашему сегодняшнему, моему, по крайней мере, да, можно вот это вот и так далее применять. Но вот на самые, если крупные такие, да, группы обратить внимание, в первую очередь, потребителями наших услуг, да, клиентами нашими являются некоммерческие организации схожего профиля. Это те, кто точно так же работает, там, с той или иной целевой аудиторией, например. Есть ресурсная, как Марина уже сказала, да, организация может даже не позиционировать себя как ресурсный центр, там, не писать у себя на вывеске, что она ресурсный центр, но она по факту, по содержанию своей деятельности является ресурсной для других некоммерческих организаций, потому что она не просто владеет знаниями, компетенциями, там, технологиями и прочим, но она еще готова этим делиться и активно этим делится как по запросу, так и без запроса, когда она как раз формирует этот запрос, что есть вот еще вот такая история, с этим тоже можно работать, эта технология применима и так далее. В первую очередь для тех некоммерческих организаций, которые там в этой же теме работают. У нас есть организации, которые можно рассматривать как ресурсные центры, профильные, работающие там с людьми, там, с ограниченными возможностями, например, да, это огромное количество организаций инвалидов или работающих с инвалидами. Это организации, которые работают в интересах семьи, причем по-разному, в разных формах, в разных форматах, да, там, с разной степенью погруженности в отдельные группы семей, да, там, кто-то работает, там, с семьями в кризисе, кто-то работает с семьей, там, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, кто-то просто с семьей, да, и в этом смысле, да, накрывают прям всю поляну и так далее. Есть огромное количество организаций, которые помогают детям тоже там в трудной жизненной ситуации, детям вообще, там, детям с особыми потребностями и так далее. И объединяют эти организации и на одной территории, и в разных территориях именно с точки зрения, что можно делать лучше или можно делать вот так. Мы готовы этим делиться и готовы рассказывать о своем опыте, готовы стажировать специалистов и так далее. Там, то, что касается услуг, там, чуть позже про это еще скажем. Это НКО, которые изначально создаются, да, то есть нашими клиентами выступают организации, которые изначально создаются, ну, как будто внутри этого профиля. Но жизнь показывает, что мы чаще всего занимаемся не только вот там тем одним, ради чего мы создались, но взрослее, да, развивая свою деятельность, мы осваиваем еще какие-то новые направления. Огромное количество НКО расширяет свою деятельность, да, захватывает новые направления. Они, например, работали там только вот с одной категорией, поняли, что у них есть технологии, которые отлично работают и могут быть использованы в работе с другими целевыми аудиториями, начинают осваивать там новые поля. И технологии у них есть, все у них хорошо, но каких-то там знаний, да, специфических, связанных именно вот с этим новым полем у них нет. И тогда профильный ресурсный центр может им в этом смысле помочь, выступить такой поддерживающей организацией или с ним можно вступить в партнерство такой, ну, мне очень нравится вот эта история про наши кооперативы, я имею в виду некоммерческие, да, неформальные вот эту вот кооперацию, когда нам вместе легче и эффективнее решать там те задачи, которые перед нами стоят и объединяют нас между собой, собственно, вот эта вот общая задача. Уже прозвучало, да, что не только НКО, конечно же, да, является нашими клиентами, в данном случае отдельной группой рассматривать, можно рассматривать государственные муниципальные учреждения схожего профиля, и если это ресурсный центр, который работает, да, там, в интересах семьи, то это все, что связано и с семейными формами устройства детей, и с поддержкой семьи, и службы антикризисные, и всякие-всякие разные. И это, там же пересечение идет и с образованием, да, и с семейной психологией, и с педагогикой, и с чем угодно. Еще одна очень важная группа, да, в этом смысле, это профильные органы власти, которые прямо очень сильно завязаны, да, между собой, профильные учреждения и профильные органы власти, как законодательные, так и исполнительные органы местного самоуправления. Потому что очень многие решения, которые принимаются, да, в отношении наших целевых аудиторий, если они опираются на, как бы, не только знания, которые имеются у профильных, у специалистов профильных органов, но еще вот на эту, как бы, общественную составляющую, да, и на экспертизу, которую обеспечивают профильные организации, там эффективность этих решений, да, и применимости к жизни, она гораздо выше, да, чем если бы этого не было. Отдельной группой точно так же мы можем рассмотреть частных и корпоративных доноров, я их тут прямо всех соединила, да, в один блок, хотя если вот туда присмотреться повнимательнее, так поближе подойти, то, конечно, там тоже огромное количество нюансов и работа, там, взаимодействия, да, с корпоративными донорами, то есть с бизнес-организациями, которые видят свою саму социальную самореализацию в поддержке каких-то, да, там, социальных проектов, или деятельности конкретных организаций или на более высоком уровне вообще как бы системную поддержку, например, благотворительную, да, какой-то такой деятельности, там тоже можно рассмотреть, роль ресурсного центра проявляется все ярче и ярче, именно потому, что чем системнее подход со стороны корпорации или со стороны предприятия или со стороны его руководителя, тем эффективнее, собственно, сама программа. И если она опирается не только на знания специалистов компании, да, не только на их видение, но еще и на опыт видения организаций, которые в этом поле работают, уже достигли определенных результатов, там, конечно, и содержание программы, и ее, как бы, сам процесс реализации этой программы, он выглядит и дает лучший результат, чем обратная история. И плюс отдельное поле, это отдельная песня и вообще отдельная история, это работа просто с населением, просто с людьми, которые готовы оказывать поддержку либо напрямую нашим целевым аудиториям, целевым аудиториям НКО, либо, что уже, ну, на мой взгляд, да, чуть более такое системное, да, и более развитое отношение, когда мы поддерживаем людей через деятельность организаций, потому что огромное количество и профильных организаций, ресурсных центров работают очень серьезно в направлении формирования отношения к благотворительности, вовлечения людей в системную, да, в так называемую умную благотворительность, именно рассказывая, почему нужно не только передавать адресную помощь, да, нуждающимся категориям, но и поддерживать программы некоммерческих организаций, которые как раз эти аудитории делают более самодостаточными, более самостоятельными и предлагают им те услуги, которые нигде в другом месте, кроме как некоммерческой организации, получить нельзя. И моя любимая тема, которая иногда звучит и иногда не звучит, это взаимодействие с медиа, вообще с любыми медиа, да, и со средствами массовой информации, и с сегодняшними там электронными возможностями, социальными сетями, с блогерами и так далее, потому что формирование соответствующего информационного поля, наполнение его соответствующим содержанием, это работа, без которой невозможно успешно решать те задачи, которые перед нами стоят. Это мое убеждение еще с тех времен, когда мы только начинали, да, я начинала работать в ресурсном центре, и, собственно, это как раз та услуга и то направление, которое, как Марина сказала, да, есть запрос, да, и на него есть реакция у специалистов ресурсного центра, у ресурсной организации. А иногда запроса еще нет, но мы понимаем, что без решения, там, вот этих вот задач, да, невозможно добиться результата. И в свое время, благодаря работе в ресурсном центре, да, я, несмотря на то, что до этого, там, много лет работала в средствах массовой информации, узнала пугающее слово, буквосочетание пиар, и вот тогда мы начали осваивать, что такое пиар для НКО, и сами учились, а потом передавали эти знания другим, и с тех пор, вот, скажем так, это направление, оно является одним из ведущих в нашей работе. И те ресурсные центры, которые уделяют внимание этому вопросу и видят это направление как одно из ключевых, они действительно позволяют своим клиентам, некоммерческим организациям в первую очередь, да, формировать все то, о чем говорилось в предыдущем блоке, да, про позиционирование, упаковку и прочие все вещи, да, потому что, ну, это крайне важно для любой организации, потому что организация не работает в вакууме, она работает в поле, да, и вокруг нас огромное количество аудиторий, отношения которых к нам, к нашей деятельности, к нашим клиентам важно для того, чтобы мы успешно решали стоящие перед нами задачи. В чем, на мой взгляд, как бы ценность, да, профильных ресурсных центров, потому что у профильных ресурсных центров есть вот этот вот экспертный потенциал, да, вот эти экспертные возможности, они производят качественные профильные услуги, как Марина говорила уже, да, невозможно быть ресурсником для других, если ты сам не умеешь что-то делать классно. Вот у этих организаций, ну, естественное такое, да, естественное преимущество – это то, что они классно умеют делать то, что они делают в пользу той или иной целевой аудитории. Они не только сами делают это классно, они могут и делают это, да, они помогают повысить квалификацию профильных специалистов из других учреждений, из других организаций, они дают эти профильные знания еще и представителям тех других целевых аудиторий, да, которые так или иначе с этой темой связаны. Например, ну, такой один из самых ярких примеров, и, наверное, многим он знаком, долгое время организации инвалидов достаточно успешно занимались тем, что рассказывали журналистам, как правильно рассказывать о проблемах людей с инвалидностью. Какие термины использовать, какие не использовать. Вот эти вот все словосочетания люди с ограниченными возможностями, да, переносить, переводить в другие определения, чтобы разговор шел, не задевая, да, там, чувств и не задевая самолюбие тех людей, о которых мы говорим. И оппозиционирование людей с инвалидностью, и организации, которые с ними, их объединяют и с ними работают. Такая же история была у организаций, которые занимались проблемой ВИЧ-спида. Огромное количество очень разных, разного формата мероприятий. Программа была реализована в этом направлении, чтобы формирующие содержание, да, информационных потоков люди, журналисты, да, там, руководители изданий, люди, которые вообще занимаются, там, организацией информации, лучше понимали ту аудиторию, да, про которую и в интересах которой они работают. И я как журналист и знаю огромное количество своих коллег, которые, пройдя через эти программы, участвуя в этих обучающих, всяких игровых, очень таких оригинальных и смелых компаниях, и мы сами там участвовали в разработке, реализации этих компаний, например, с нашими, там, профильными организациями в Нижегородской области, в корне меняли свою позицию, свое отношение, и то, что они начинали транслировать, да, и как они начинали транслировать, и проблемы, да, и способы их решения, это качественно иное, чем то, ну, как бы, с чем они приходили. И степень удовлетворенности самих людей, там, с инвалидностью, да, или самих организаций, которые работают в этом профиле, конечно, повышалась именно потому, что удавалось находить вот этот общий язык. Поэтому мне кажется, да, что это очень важная целевая аудитория для профильного или для любого другого ресурсного центра, и с этим нужно осознанно работать. Если мы чувствуем силу, да, и если, например, у нас этой силы нет, то всегда можно найти заинтересованных партнеров из числа людей, которые работают либо в медиа, либо с медиа и так далее. Экспертное сопровождение, да, целая группа услуг, которыми занимается, которые обеспечивают профильный ресурсный центр, вот это качественное знание, которое они несут, которым они обладают, помогает им делать более эффективными усилия партнеров, которые занимаются разработкой тех или иных программ в выбранной сфере. Наличие вот этой экспертности, оно позволяет избежать и типичных ошибок, и каких-то, может быть, там малоэффективных, внедрение малоэффективных технологий и так далее. Участие в нормотворчестве. Примеров тоже огромное количество и на местном уровне, на региональном уровне, и на федеральном уровне, когда нужды отдельных категорий людей или там отдельных групп людей, к ним не просто привлекается внимание, да, а формируется правовое сопровождение решения этих проблем. Мы знаем, да, что принимались там и концепции развития добровольчества, и концепции там поддержки семей с детьми с особыми потребностями и так далее, и тому подобное. И на всех уровнях участие именно профи, не просто организации, которые в этом профиле работают, вот в чем принципиальная разница, да, а которые выступают как ресурсник в этом профиле, потому что они не просто носят это знание с собой, да, там и прячут овкотомку, они активно продвигают это знание, да, формируют это понимание, новые отношения и новые модели работы с той проблемой, для решения которой, собственно, они работают. Про технологии уже много сказано, много говорить не буду, а профильные ресурсные центры – это кладезь технологических решений. Преимущество заключается в том, что, скажем, организация может работать очень успешно со своей целевой аудиторией, но отсутствие описанных технологий, да, отсутствие описанных моделей, отсутствие понятных структур, да, которые помогают тиражировать эту технологию, не позволяют, например, людям и организациям в других территориях максимально эффективно использовать их опыт. Ресурсный подход заключается в том, что эти технологии обобщаются, совершенствуются, они объединяются, возникают какие-то новые, да, новые версии, новые модели, и эти модели открыты для использования, и ресурсная организация готова сопровождать тех, кто эту технологию пытается внедрить. В этом, мне кажется, это преимущество. Понятно, что организации могут проводить мероприятия и специальные события. Это вот как раз из серии, про что Марина говорила, это опционально. Могут и не проводить, но чаще всего проводят. Потому что, ну, как-то без этого-то очень трудно, потому что мы вот сейчас, пока идет этот марафон, между собой тоже очень активно обмениваемся собственными ощущениями, что, ну, это, видимо, такой диагноз общий для всех, да, для тех, кто участвует в этом марафоне в любом качестве. Нам вот как бы поделать бы что-нибудь, нам бы вот вместе бы чего-нибудь поделать бы. Вот, и в этом смысле ресурсник, он как раз и является носителем вот этой вот первой батарейки в цепи, да, когда он говорит, давайте, а вот есть еще вот это, а мы можем еще вот это, и это возможность вместе делать что-то, и делать это тоже таким образом, чтобы, скажем так, при наличии безусловным и обязательным смыслов, есть еще дополнительные эффекты в виде объединяющих эмоций, да, и в виде понятных объединяющих действий, это, конечно, ну, делает нас, вот как раз вот эти наши там сообщества, да, ресурсные, на мой взгляд, уникальными и ресурсными по отношению друг к другу. И очень важная история, про которую я тоже много говорить не буду, но про это важно просто зацепить, да, вот эту тему, что наличие экспертного опыта, наличие практики, да, там, технологизации подходов к решению там той или иной социальной проблемы позволяет специалистам профильных ресурсных центров быть грамотными, беспристрастными и очень, как сказать, конструктивными оценщиками, да, профильных программ. Причем эти программы могут быть как программы МинКО, проекта МинКО, да, и мы можем делиться там своими мыслями по поводу того, как это лучше сделать. Это и участие в оценке программ, которые там реализуются на уровне там местного самоуправления или на уровне там деятельности государственных каких-то учреждений, работающих в этом профиле, да, и это может быть оценка эффективности программ, которые реализуют там социально ответственный бизнес в этом же направлении. И смысл оценки-то не в том, чтобы расставить там пятерки, двойки и тройки. Смысл оценки, да, понять, ну, если, да, профильный ресурсный центр, да, выступает в этом так вот как осознанный оценщик, да, а смысл понять, что может работать лучше, да, что потеряло свое, там, не знаю, там, своевременность, актуальность в связи с тем, что просто поменялись обстоятельства, да, какие компетенции необходимо наращивать для того, чтобы эффективно работать дальше и так далее. То есть вот эта история про оценку эффективности, ну, потому что нам на самом деле очень, вот, ребята надо верить в чудеса, да, в совместное чувствование, делание и самоанализ. Вот, я этот слайд придумала позже, чем презентацию, но я обязательно где-нибудь использую эту аббревиатуру. И картинка, которая, на мой взгляд, должна, как бы, да, зафиксировать этот вывод, да, ценность ресурсных профильных центров как раз в умении проводить исследования, да, анализировать и вырабатывать соответствующие, создавшимся обстоятельствам эффективные решения. Следующая песня у нас про универсальные ресурсные центры и их клиенты. И здесь этих возможных, да, клиентских групп, ну, прям вот еще даже больше, чем у профильных. Потому что можно, вот группу, да, то, что НКО, да, некоммерческие организации, даже не то, что можно, а я считаю, что необходимо, да, еще сегментировать внутри, потому что практика показывает, что специализация, ну, вот если правильно смотреть, не то, что правильно, да, а реально смотреть на ситуацию, то, конечно же, все вот эти вот квадратики-прямоугольнички, они все должны быть разновеличинные. И у любого ресурсного центра все равно какая-то группа клиентов занимает, как бы, большую часть, да, объема оказываемых услуг. И у любого ресурсного центра, несмотря на его универсальность, да, все равно есть специализация. Там, где есть специалисты-юристы, например, да, количество услуг, оказываемых, вот там, в правовой сфере, понятно, больше, да, или там, где есть специалисты, например, по медиа, как у нас, да, то часть, связанная там с формированием имиджа, с продвижением, с обеспечением информирования и так далее, она, ну, больший объем может занимать, но в любом случае практически все эти группы в деятельности универсального ресурсного центра так или иначе представлены. И в первую очередь, да, это связано с тем, что осознавая, а может даже, ну, может даже если не позиционируют, то все равно осознавая, да, себя именно как ресурсный центр для других некоммерческих организаций, мы понимаем, что на разных этапах развития организациям нужны разные группы услуг и нужны разные подходы. И я про все тоже говорить не буду, чтобы много времени не занимать, и про это можно на самом деле думать там в самостоятельном режиме со своими партнерами дистанционно, или когда получится снова с удовольствием оффлайн живьем, да, и думать как раз про то, что у каждой вот этой вот группы, внутри группы, да, целевой, есть такие постоянные, да, и переменные потребности. И обстоятельства, они как бы влияют таким образом, что у группы, например, в стадии, у некоммерческих организаций в стадии регистрации сразу могут возникнуть проблемы, которые возникают у организаций, которые находятся в ситуации кризиса. Или у начинающей, там, некоммерческие организации могут сразу, да, осознавать еще потребности, которые, носителем которых являются, там, скажем, инициативные группы, потому что сама начинающая некоммерческая организация во многом, да, имеет признаки инициативной группы, потому что она много хочет, что-то уже умеет, но каких-то там специальных знаний, да, и каких-то компетенций у нее может не хватать. И вот, разбирая, да, вот эти группы, мне кажется, что очень важным моментом, очень важным пластом работы универсального ресурсного центра является содействие сохранению роста популяции НКО, потому что эта форма, да, организации общественной инициативы в силу правовых условий, да, в силу экономических условий, ну, в силу вообще, как бы, да, там, уровня социального развития позволяет более эффективно решать те задачи, которые, ну, которые нам кажется важным решать. Нам, я имею в виду в данном случае даже не ресурсному центру, а тех людей, которые вот создают некоммерческие организации, да, раздумывают. У нас в нашем центре регулярно появляется группа людей, приходят к нам именно как наши пользователи, с мыслью, с вопросом с таким, да, вот мы хотим делать, и мы хотим создать некоммерческую организацию, и сейчас не можем понять, надо нам ее создавать или не надо. И огромное количество инициатив, огромное количество вот этих вот замыслов, оно бывает, что и не реализуется формально, да, в создании юридического лица, потому что получая, ну, достаточно такую разностороннюю, да, информацию о том, как вообще организована жизнь НКО, да, какие требования предъявляются к ней там со стороны и закона, да, и контролирующих органов, да, и как обеспечивать экономическую составляющую и прочее, она приводит к тому, что люди говорят, нет, мы, пожалуй, не будем регистрировать некоммерческую организацию. И очень странно бывает так ощущать себя, да, чтобы вроде ты, ну, как ресурсник, да, должен, наоборот, стимулировать со всех сторон, да, и прям вот, ну, как бы вести людей к тому, чтобы организация была создана, но, ну, как бы ответственность, которую мы ощущаем и перед клиентами, да, вообще за то решение, которое они принимают, ну, заставляет нас показывать эту ситуацию там со всех, со всех сторон и оставлять за людьми право принимать решение, потому что мы понимаем, да, что создание организации, это вот, ну, не бумажка, на которой написан там протокол о создании общественной организации, а это, в общем, решение, которое влечет за собой огромную ответственность на протяжении долгих лет, а вообще хотелось бы, да, чтобы у наших некоммерческих организаций был такой ресурс, ну, про который я все время думаю, про то, чтобы у нас была преемственность, чтобы, когда те, кто создавал организацию в силу разных обстоятельств, перестают активно в это вкладываться, да, но при этом много чего создано, и технологий, да, и практик, и всего прочего, чтобы в организации были люди и силы, чтобы продолжать работу, несмотря на то, что, скажем, там, лидеры, там, первого этапа или лидеры, там, старта, если они, там, в силу каких-то обстоятельств перестают быть основным источником, там, внутренней энергии Линкоу. И вообще, одна из задач, которые, ну, на мой, опять-таки, взгляд, да, стоят перед ресурсными центрами, это как раз помочь организации, сгенерировать внутри себя достаточно сил и достаточно энергии для того, чтобы функционировать и в сложные, в том числе, времена, и следовать той миссии, да, ради которой, ради достижения которой, собственно, эта организация создавалась. Потому что практика показывает, что нередко организации, которые создаются, да, с таким вот, ну, с желанием, с готовностью там что-то делать, сталкиваясь с элементарными, административными, там, и прочими трудностями, в какой-то момент этот энтузиазм иссякает, организация зарегистрирована, организация уже есть, но сил на работу у нее уже нет. И она как-то так подвисает, и непонятно, что с этим делать, и поэтому как раз вот задача ресурсного центра, которая, которая необходима, на мой взгляд, решать, особенно сейчас, потому что времена сейчас тоже не очень легкие, да, это как раз помогать выращивать то, что создано, помогать обеспечивать их устойчивость, их развитие, и находить какие-то решения, в том числе, учитывая индивидуальные особенности каждого клиента, потому что индивидуальный подход, ну, есть какие-то такие общие вещи, да, про которые мы часто говорим, но все-таки некоммерческие организации, несмотря на то, что это юридические лица, некоммерческие организации — это объединение физических, одухотворенных, прекрасных лиц, которые в разные моменты времени испытывают разные человеческие трудности. И, как бы, будучи ресурсником, ну, я своей задачей в первую очередь вижу, да, помогать сохранить вот это желание делать, да, помогать, то есть не просто быть организацией, да, смысл не в том, чтобы сохранить юридическое лицо, смысл в том, чтобы имеющийся потенциал, да, имеющиеся ресурсы максимально использовать для того, чтобы делать жизнь лучше и конкретных людей на конкретной территории, и все вместе. Вот, поэтому вопросы рождения новых НКО и сопровождение вот этой вот, да, вот этого этапа принятия решений, да, и формирования, да, нового юридического лица — это отдельная группа историй, с которыми работает ресурсная организация. Ну, и там можно, конечно же, говорить про какие-то другие ситуации, но в большей степени хотелось бы поговорить про НКО в ситуации кризиса, потому что кризис может быть прямо вот на начале, да, что мы зарегистрировались, и теперь что нам делать, или мы зарегистрировались, и тут к нам сразу куча вопросов. Вот. Либо как в нынешние времена, да, организация была достаточно стабильной, все у нее было хорошо, и никто, как говорил Монти Пайтон, никто не ждал испанской инквизиции, но тем не менее вот так вот все произошло, и организация оказалась в трудном положении. Это может быть и управленческий кризис, это может быть и экономический кризис, это может быть и смысловой кризис, да, когда в какой-то момент мы перестаем понимать, как то, что мы делаем, связано с решением тех проблем, да, про которые мы думаем, и так далее. И вот здесь, конечно, роли ресурсника, да, и зона влияния ресурсника связана с тем, что, чтобы помочь организации найти, ну, во-первых, правильно сформулировать, да, конструктивно, скажем так, неправильно, а конструктивно сформулировать вопросы, да, которые помогут описать этот кризис, да, и понятие его причины, и поискать какие-то разумные, да, оптимальные для сложившихся обстоятельств решения. И здесь вот, кстати, очень, ну, на мой взгляд, да, очень важно говорить про то, что ресурсник, он не живет в вакууме, он ресурсник в первую очередь потому, что у него есть огромное количество связей с другими организациями, людьми, владеющими бесценным опытом, знаниями, да, там, теми же связями там и прочими делами. Ресурсник активизирует вот эти вот, знаете, мне кажется, что очень часто нас можно, ну, вот, да, увидеть в образе телефонистки старой, да, там, конца 19 века, которая перетыкивает эти проводочки из одного гнезда в другое и соединяет, да, людей, которые, как бы не эта телефонистка, она бы, они бы и никогда бы и не смогли бы сконнектиться. Вот. Вот. Не всегда специалисты ресурсного центра владеют всем объемом знаний или, там, всеми технологиями, там, или какими-то методиками, но их преимущество в том, что они знают людей, которые, разных людей, да, которые в совокупности вот этими знаниями, технологиями владеют. И тогда наша роль в том, чтобы вовремя, да, состыковать этих людей, привлечь вот эту помощь со стороны носителей, да, вот этих вот нужных знаний для того, чтобы организации, ну, вот здесь организации – это люди. Ну, собственно, они всегда люди, да, но вот в этой конкретной ситуации особенно важно, да, про это помнить, что это люди. И людям нужна поддержка для того, чтобы выйти из кризиса и для того, чтобы быть готовыми к тому, что если в следующий раз кризисная ситуация случится, а никто из нас от этой ситуации не застрахован, что есть выход, что есть, по крайней мере, место, где этот выход можно поискать. Или есть люди, которые вместе, да, с нами, там, готовы искать выход для нашей ситуации, для нашей организации и так далее. Ну, и опять-таки, да, это же, это же наше внутреннее решение, да, нас как ресурсного центра. Говорим, ну, то есть предоставляем подобного рода услугу или говорим, ой, идите, пожалуйста, в кризисный центр, там есть прекрасные специалисты-психологи, они помогут вам поговорить об этом. Вот, то есть, ну, каждый ресурсник, да, формирует круг услуг, да, вот этот вот, состоящий там из большого количества сегментов. Но мне кажется, да, это опять-таки, да, поскольку у нас же тут возможность высказывать субъективное мнение, мне кажется, что вот этот вот очень важный момент, да, берет ли на себя ресурсная организация, ресурсный центр вот эту функцию, поддерживать членов сообщества некоммерческого в ситуациях, когда им сложно. Потому что, знаете, хорошо рассказывать про то, как все хорошо. Это прям вообще очень просто и приятно. Вот, а когда все не очень хорошо, или где-то не очень хорошо, вот очень важно уметь, ну, как бы не прикрывать это баннерной тканью, чтобы никто не видел, а все-таки действительно генерировать какие-то эффективные решения, которые помогают из этого кризиса выйти. Следующий момент, это про то, что Марина тоже уже говорила, да, про то, что, и то, чем мы, вот, например, активно занимаемся последние годы, это поддержка инициатив граждан и помощь им в реализации этих инициатив тогда, когда масштаб инициативы больше, чем одно физическое лицо. Или когда эта инициатива, которую поддержит большее количество людей или большее количество организаций, даст прям очевидно лучший, там, более заметный, да, более качественный результат. И в этом смысле мы можем говорить про то, что есть организации, которые в этом направлении работают, и с ними можно сотрудничать. Есть организации, на базе которых можно, да, там, как инициативу начать реализовывать какое-то новое направление. Есть организации, которые могут дать какой-то дельный совет, да, или, по крайней мере, у которых можно узнать, как уже там вот эта проблема там решается и так далее. Ресурсник, он, вот диспетчерские функции наши, да, в этом смысле они тоже очень активно востребованы, потому что самое главное, да, чтобы инициатива, которую человек имел смелость проявить, потому что ведь вот наш, например, многолетний опыт работы в этом направлении показывает, что количество инициатив, живущих внутри людей, и инициатив, которые озвучены и сформированы, как бы уже во внешнем мире, это соотношение 80 на 20. Мне кажется, и здесь тоже закон Паретто работает прямо только в путь. Потому что возникает какая-то идея, а потом думаешь, блин, а как я ее сделаю? А я один, а я не смогу. А кому это надо? Не примут ли меня за городского сумасшедшего? А это случилось весной, не скажут ли это, что это весеннее обострение? И инициатива, она как бы снова как бы замирает, да, внутри человека, она не успевает даже во внешнем мире проявиться. В этом смысле наличие возможности, да, в ресурсном центре озвучить свою инициативу, а иногда бывает, что у нас для этого есть даже как бы специальные инструменты, я знаю, что не только в нашем регионе бывают, и различные фонды это делают, проводятся конкурсы микроинициатив, проводятся конкурсы микропроектов, когда поддерживаются хотя бы на организационном уровне, да, там вот такие вот локальные инициативы людей. Это позволяет людям понять, что, в общем, это нормально, что иметь идею и иметь смелость ее воплотить и иметь возможность получить поддержку, что это все как бы тоже наши реалии нынешние. Поэтому роль ресурсного центра в поддержке активных граждан, она, ну, на мой взгляд, мало того, что она очень высока, она еще и очень востребована на сегодняшнем этапе, потому что мы говорим про то, что очень часто, да, звучит там в различных публичных и непубличных выступлениях о том, что население-то не очень активное, но оно как бы ничего не хочет. Вот начиная с родительских сообществ, где там два родителя или один родитель чем-то горит, да, а все остальные там молчат, да, и даже непонятно, соглашаются или нет, и поэтому непонятно там, насколько все, насколько они готовы, да, там, как-то участвовать в чем-то. И заканчивая большими сообществами, про которые мы говорим, и всегда есть вот такой вот, ну, некий скепсис, да, или такой вот достаточно непозитивная оценка, да, уровня активности. На самом деле активных людей, таких активных носителей активности, их гораздо больше. И если системы поддержки, стимулирования этой активности нет, то, собственно, картинка будет такая, ровно как описывается. Если же мы запускаем какие-то программы поддержки вот этой активности, стимулирования активности, то начинаются просто всплески, прямо волны. И мы, например, уже много лет работаем с такой моделью, как центры активных людей, и на разных, как бы, площадках, да, и на базе разных организаций эти центры активных людей начинают работать именно как модель, да, это не новая организация, это модель работы, модель организации работы. Так вот, те, кто эту модель принимает и начинает ее внедрять, говорят, боже, да мы даже и не знали, что столько у нас людей готово что-то делать, не потреблять то, что производится другими, да, не быть получателями каких-то услуг, а сами генерировать и для себя, и для других. И в этом смысле вот позиция организации, которая выступает как ресурсная, очень важна. Нет этой поддержки, но и, соответственно, образом с активностью бывают проблемы. Следующая история, да, тоже, ну, достаточно коротко скажу, потому что, мне кажется, про это все знают, да. Что особенно сейчас, да, вот 20 лет назад, это было из серии научной фантастики, про то, что некоммерческая организация, да, там, разработала какую-то технологию, и эта технология внедряется в учреждениях социальной сферы, там, соответствующего профиля. Ну, там, вот, НКО отдельно, да, система отдельно. Вот за эти годы, в том числе и благодаря усилиям ресурсных центров, в том числе и благодаря информационным усилиям, усилиям по развитию вот этого межсекторного взаимодействия, возможность взаимопроникновения технологий, да, и практик между некоммерческим сектором, да, и государственным, там, или муниципальными учреждениями, вот эти все пороги, они не преодолены до конца, они никогда не будут преодолены до конца, потому что это физически невозможно. Но, как бы, возможностей вот этого переопыления стало больше. И премьеров, когда технологии внедряются, когда создаются какие-то совместные программы, они успешно реализуются, их тоже огромное количество. И вот в этом, кстати, с одной стороны очень важна роль профильных ресурсных центров, а с другой стороны важна роль универсальных ресурсных центров, которые вообще рассказывают о возможности таких вот этого взаимопроникновения, и взаимного использования в разных-разных-разных областях человеческой жизни, ну, в жизни сообщества. Ой, а оно перескочило, да? Вот, это про, ну, просто, да, зафиксировать, что это тоже есть, это очень важно. У нас есть особая целевая аудитория, которая, я бы сказала, даже не органы власти МСУ, а люди, работающие, специалисты, работающие в органах власти и местном самоуправлении, которые либо изначально так сложилось, да, что они, ну, как-то так сталкивались, да, и видят в некоммерческом секторе такой ресурс, да, который был бы полезен в разработке и реализации различных программ, либо ресурсник осознанно занимается устраиванием этих отношений, да, и демонстрацией вот этих возможностей, продвижением этих технологий, щедрым делением этими технологиями, да, и передачей их там в пользование. Вот, и при наличии вот этого эффективного, да, рабочего, профессионального контакта, и сам процесс, во-первых, сам процесс и инициализации, и инициации этих программ, и процесс разработки их, и процесс в дальнейшем их реализации, он легче. Хотя вот, например, ну, как бы на нашем опыте, да, мы много работали и в сфере, да, там, инициирование местных законов, да, и у нас есть такая практика, и там местных программ и так далее, и тому подобное. И бывает, что на первоначальном этапе есть такое глобальное непонимание и глобальное сопротивление, нам кажется, что нас не понимают и не хотят понять, а нашему партнеру кажется, что это мы какие-то прям вот вообще никак не можем их понять, там, и их условия, и их ограничения. Вот здесь тоже очень важна позиция ресурсного центра, задача которого не продемонстрировать, там, я не знаю, там, собственную крутизну, да, или там крутизну, там, невозможный уровень развития некоммерческой организации в данной сфере, а именно найти вот эту возможность, возможность взаимодействовать, да, это, да, и иногда даже, да, это вот история про компромисс, потому что, как известно, компромисс, это же не просто соглашательство, да, компромисс, это когда мы можем быть, там, не согласны с чем-то, но в интересах дела и в интересах, там, достижения общего результата, которого все участники хотят, иногда, ну, как бы, можно, важно, ну, как бы, принять, да, решение, которое, ну, которое обеспечит, там, максимальное приближение к нужному результату. Хотя, с другой стороны, иногда очень важно все-таки и отстоять какие-то ценностные вещи, принципиальные позиции, потому что, вот, в процессе договаривания, да, мы отвечаем ведь не только за себя, да, как за участника этих переговоров, но, как бы, мы же чаще всего универсальный ресурсный центр, да и профильный, если они, вот, как бы, вот в этом процессе участвуют, мы же не собственные интересы представляем, это же не нам лично надо, бывает часто, что универсальному ресурсному центру, например, это вообще не надо, он не оказывает услуги, там, данной целевой аудитории, данной группе людей, да, там, какой-нибудь, там, социально уязвимой категории населения, он представляет интересы организации, которые с этими людьми работают, и в его, как бы, функциях, да, в его задаче, это найти такое, ну, как бы, такое решение, да, которое позволит все-таки принять максимально, там, адекватное какое-то решение, да, для того, чтобы это все происходило. Вот, и мне кажется, вот, я не знаю, у всех, наверное, разные опыты, разные подходы и взгляды, да, на эту ситуацию, но опыт вот этот, да, больше, чем 20 лет жизни некоммерческого сектора, который я изнутри наблюдаю, он говорит про то, что если мы грамотно и правильно, да, формулируем свои стремления и ожидания, если мы вкладываем достаточно усилий для того, чтобы, вот, объяснить, зачем, почему, почему, какие преимущества у того или у, там, у другого подхода или у той или другой модели, люди из любой другой области, да, из любой другой сферы, да, будь то, там, журналисты, да, предприниматели, да, госслужащие и так далее, они же точно так же, да, опираются, там, на понятие разумности, адекватности, вообще жизнеспособности, там, вообще возможности в созданных условиях и так далее, когда мы говорим, ну, вот, начинаем говорить вот на этом языке, учимся говорить на этом языке, тогда возможностей принятия решений и шансов, да, что адекватные решения будут приняты, их больше. Иногда эти переговорные процессы занимают очень много времени, и нетерпеливые клиенты наши, некоммерческие организации могут упрекать ресурсный центр в том, что вы никак вот не шевелитесь, уже надо срочно уже что-нибудь поменять в этой жизни бегом, а вы все что-то разговоры разговариваете. Алла, а вот вопрос есть в чате по поводу того, можно ли получить модель работы с активными людьми? Можно получить модель работы с активными людьми, я про это чуть позже скажу. Уже позже у тебя времени нету, скажем. А у меня там чуть-чуть осталось, это три слайда всего. Два платья у меня всего осталось. Но там уже у Наташи осталось меньше 30 минут. Наташенька, прям все, сейчас я бегом с качками. Про центры активных людей, пожалуйста, добро пожаловать, Нижегородская региональная общественная организация в содействии социального развития служения Next, в партнерстве с ассоциацией служения. В поисковике просто забивайте нас, служение Next. Или у нас есть специальный сайт, который называется РУЦАЛ, не путать с РУЦАЛОМ. Мы напишем сейчас в центры активных людей сразу, ну, первый он выкидывает этот профильный сайт про это дело. И мы готовы к сотрудничеству в любых форматах. Прям все, я бегу дальше, потому что это… Бегом, потому что надо Наташи уступить микрофон. Да, сейчас, Наташа, одну секундочку. Вот, значит, про универсальные, тогда ресурсные центры не буду говорить, про услуги. Единственное, что хочу здесь сказать, что у нас… Вот я уже про это говорила, еще раз хочу обратить внимание. Мне кажется, мне кажется, да, что у каждого ресурсного центра есть своя суперсила. Кто-то круто обучает, причем может обучать, потому что у него свои специалисты, ну, просто невозможного уровня, да, там, 80-го. Либо он умеет привлекать со всех сторон, да, этих специалистов, и тогда там качество обучающих программ просто зашкаливает. Он может уметь, да, там, грамотно проводить какие-то процедуры, он может обеспечивать доступ к огромному количеству практик. Вот у кого-то, да, там зайдешь на сайт, и в разделе лучшие практики болтаются две сиротских брошюрки там, какие-нибудь на полтора листа. Вот. А кому-то зайдешь, не будем тыкать пальцем, да, а там прям целая медиатека. Про все, про все, про все. А кто-то, тоже не будем пальцем в себя тыкать, умеет организовывать события, какие-нибудь такие вот безумные, да, большей частью там не сильно затратные, но в то же время с каким-то там вау-эффектом. А кто-то вот умеет не только оценивать проекты и программы, но еще и обучать, да, оценщиков в разных направлениях. И очень важно, про упаковку-то уже говорили, поэтому говорить не буду, вот очень важно любому ресурснику свою вот эту вот суперсилу тоже осознавать. Потому что если я умею летать, я, конечно, лучше буду вот, ну, как бы максимально использовать это. Но это вовсе не значит, что не надо учиться плавать, да, или там, я не знаю, сверлить или делать что-то еще. Тем более, что в ресурсные центры, я знаю, ну, постоянно, не так иногда активно, как хотелось бы, но постоянно приходят потенциальные сотрудники, потенциальные специалисты, которые вот этими суперсилами обладают. И если мы раньше этим не занимались, но пришел новый специалист, и он может, у него потенциал огромный, это прям вот повод для того, чтобы вот это направление развивать. Два слова про объединенные ресурсные центры. Это новая такая модель, она есть, ну, уже появилась в разных регионах, и у нас она тоже есть. Если раньше у нас ресурсный центр была, это ассоциация служения, которая была, ну, как юрлицо, была создана ровно для того, чтобы быть ресурсным центром, то у нас из недорассоциации служений в какой-то момент выросла Нижегородская служба добровольцев, как самостоятельная организация, в какой-то момент выросло служение NEXT, как самостоятельная организация со своими, то есть мы как профильные ресурсные центры можем себя рассматривать, да, и все вместе мы являемся объединенным ресурсным центром, то есть когда в этом есть необходимость, мы объединяем свои ресурсы для того, чтобы, да, там, либо отвечать на запрос от любой клиентской аудитории, либо генерировать этот запрос совместными усилиями. И на мой взгляд, это очень здорово, потому что мы не можем быть сильны во всем, да, у нас одновременно не может быть там одинаково развиты разных суперсил, и вот такой вот, вот эта модель, когда мы партнеры, горизонтальные партнеры, без начальников, без иерархии, а с как бы с объединяющей просто целью и ценностями, это очень хороший способ, да, решения более глобальных задач. Это я про то, что, это вот история про то, которую можно у себя в жизни использовать. И последнее, по-моему, последний слайд у меня должен быть, да, вот, это про то, что, вот это последнее, что я сейчас, заключительную мысль, которую я хочу озвучить, это про то, что очень важно регулярно задавать себе вопрос, кто мы, ну, то есть мы про что? Мы хотим быть просто человеком, мы хотим быть просто пароходом, или мы хотим быть и человеком, и пароходом? То есть вот это вот про чудеса, которые я уже сказала, да, вот третья составляющая, которая СА, самоанализ, да, и постоянная корректировка и стратегических, да, и ресурсных центров, извините, да, спасибо большое. Ну, у нас было несколько вопросов, но я их уже озвучила Наташа Каминарская.